Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok там очень жесткая группа на самом деле. Блай уже 50 боков запустили. Так, тут что-то креатор пришел поспушить Блай. Ну, креатор готов к всему. Ядра идет вперед. Еще креатор боится. Не понимаю, у него чаш, есть у него гитов. Купни улики гитов 6… да, 6 пока… А, ну, 6 еще и вот немного... Блай решил гит забрать, что ли? Так, верночку Блай решил забрать. В это время контр-врыв. Потомка заделалась короче, креатор заходит покачит recon … Хороший шторм! Полетел. Нахрена креатор гитёт, да я понятия не имею? Здесь зилоты стоят, надо бы забрать Хату четвертую Аж подождал креатор, пока хату доделает Смотрите, два зилота королеву Прессуют, остальные Минусуют хату, пытаются Заминусовать, креатор все в итоге В хату втыкнул Здесь зилки на мейн зашли Сейчас они на чаже просто начнут Угашивать рабочих здесь Ну, кстати, хата выжила Чудом буквально выжила, но 9 дронов Не досчитался в лай Креатора хоть и меньше лимита, но у него Экономика 65-53 Вот, и Крич, у него все хорошо, у Блай Все так себе, это факт Так, ну это уже лишний На креатора Он пытается тут хату запилить Кстати, выпилил хату, но ценой призм Изделков, не знаю, надо ли было так делать Да, завтра ГСЛ Завтра очень крутая группа, стоит отметить На ГСЛе, там все расы пристали Вообще, первая групповая у них идеально сделана Там вообще пассива все группы, все расы есть СОС ТРУ, СОС против ТРУ КИН против СОУРа Первые две пары, великолепно И КИН еще сегодня, вы видели, очень круто играл Полуфинал дошел, но Хира отлетел Али Малико Битцинского турнира Здесь Креатор готов К Нигра Кушу Блайовскому У него Шторм, у него Гвардиан Шилды У него Имморталов 5 штук Уже Что называется Ванни Шемайкеру Так что завтра в 12.30, не опаздывайте Завтра есть что посмотреть Завтра Корея Вечером БТСЛ Ну, кстати, насчет вечера завтрашнего ЯХЗ Но, наверное, постараюсь постримить, наверное, тоже Так, вот, делки побежали куда-то Пытался Криптуму рубить Прикольно отсюда-сюда К самому краешку Типичного Блая Криптума вперед идет Так, 150-126 Креатор контролит всю игру У него Мазершип У него плюс-3 Какая-то дичь Еще б стенку он заново закрыл бы У Блайовсу плохо, реально Хотя у него хайф и шпиль И 70 дронов он устрел И пятую хату даже занял Ну, что-то как-то Перспективы какие-то Туманные здесь, по-моему Креатор готов уже к этим грудам Целиком и полностью Ядра падает вся Креатор тут Крипт начинает чистить Ну, да, убил все ближние Криптумуры, короче Еще и на Ксилнагу идет Да, да Есть штормовички, архоны Все больше и больше становятся Мазершип буквально там Через несколько секунд выйдет Ну, как несколько 114 он строится Осталось 20 Блай и люркер 9 плюс 3 12 люркеров будет У люркера это хорошо Но здесь 7 иммортвов, во-первых Во-вторых, Мазершип То есть еще Чтоб люркеры атаковали Нужно видеть, что у Креатора Там где заходит А у Блайоверсиров сколько? Один Где? А, ну с армией По крайней мере с армией хоть берет Так, призма вперед летит Тут Креатор палит люру сейчас Занимает позицию В районе И сколько люркеров-то много Видит Креатор Всю эту люру Мазершип уже летит сюда Туда Оракулы у нас Чуть Креатор пытается Зайти уже К Блайову прямо сюда Блайов оборону Сейчас становятся Всеми юмитами Фактически люркерами Там и т.д Здесь хоть и налом Пошел на Гидре Чуть странное Креатор сейчас начал делать И смотрю И налом Хороший на Гидре Получился Лард медленный В итоге Ну тп шнулся Назад Креатор Можно было Мазершип попробовать Оставить в атаке Например И сразу на него Назад Ну как я это Не стал Внутри Так сильно Ну все равно Отбился Как бы И Блай в итоге Слил на несколько Зданий Гидралис Несколько штук А это не очень Хороший распад По-моему был Так ребята Окошко приоткроет Чуть прохладно Становится мне Там дождь Моросит Вот и прохлада Поэтому Опять Опять крейтер Тут по центру Гуляет 200 лимит Крейтер Три карера Делал А ну он все Он решил надежно Сыграть Нафиг Лезть Ну посмотрим Как бы Через кареров Это надежно Но Блай это тоже Развивается Блай тоже В 200 Может быть Хотя ему До 200 Еще 30 лимит В целом Ну Грейды Как Ну две атаки Кстати В этот раз Даже Блай Хоть какие-то Грейды сделал Что называется Две атаки Ронжовых Юра Больно Дамаж Два Когти То есть Брудлинги Будут нормально Накидывать Беллинги В скилинги Брони Правда Нет Атака На воздух Делается Хорошо Конечно Бруды Больные Бить будут А крейтер Уже С двух Кибернеток Воздушные Полетели Грейды Идет В центр Заметил Брудов Заметил Кто Зилотов Наук Боль направил Чтобы Алимит Освободить Под более Ценных Кареров И тому подобных Юнитов Отступает Архон Один Походу Никуда Не денется Да Минус Архон Да И Моркл Можно Отдать На самом Делается Мне Скачается Ну тут 400 Гейта Плюс Еще Три Карера Семь Уже Будет Грелка 2 1 Грейды Воздушные Делаются Подгущивает Крейтор По возможности Все Бусту Не Ну Бусты Есть Кстати Надо Тратить Их Активнее На Буст Кибер 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 Грейды Все Будет Стараться Так Вторая Возу Сноток Три Когуть Вообще База 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 О Чем Ты Говоришь Вообще Так Где вся Земля База Три 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 Аморфа Сзади Ходят Архоны Два Стоят Ну Они Прикрывают Наверное Шестой Нехус Получается Вторая Воздушная Атака Броня Готова Атака Делается Все Надо Броню Заказывать Поля Вторые Делаются Пошли О Прилетели Два Аморфа Минус Грейта Спар Минус Плюс Два Отлично В кавычках Для Блая Печаль Полная Где Крейтер Армия Все Вообще А Вот Карреры Еще Летим Ход Карреры В Архаде Делается Дарки Сейчас Два Аморфа Надо Заменять Каррерами На Пятых Семок Штармы Идут Неплакие Сколько Ублая Здесь Брудул Два Каравтора 12 Люперов 21 Гидролис Мод Землю Вообще Блайф Клан Контрит Каррерами Конечно У него Проблема Сейчас Я вижу Неврал Пошел А что Толку От Этого Неврал Пока Инфестров Нет Карреры Брудов Начинают Шатать У них Две Атаки Воздушные Уже Просто Через Прошел Крэйтер Неврал 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 Продолжает Давить А здесь Кросархоны Нормально Зашли В Гидрозабегание Хотя В итоге Даже Непонятно Проблют Там Крэйтер Два Или Нет Все Дело Блай Чё-то Там Маленько Даже Пантовался Что Типа А может Он не Пантовался Не знаю Мне бы казалось Маленько Пантануться Я буду Манерным Там Чё-то Два Гидрэйтер Манерно Просто Превает И все Караб Пойте же Вылезли Ну а Чё Попадает Мадаши Блайн Попустит Мадаши Попустит Тоже Попвалился И так Успешно Развалился Вполне Маленько Так А все Задержки Теперь Нет Ребят Задержки То Теперь Нет Ребят Я пилю Рекламу Час Не пилил Помните Про Адлоки Подписывайтесь Так ДНС Крейтер Подписывайтесь На премиум Всем За это Спасибо Кто Так Делает Отключает Адлоки И на премиум Подписывается Соответственно Так ДНС Крейтер Сейчас Ну да Тут все По очереди Вот он Creator Soul Soul Online PvP Сейчас Короче Будет Ну что Ждем Старт Еще Продолжение следует Так, рекламу пилил. Да, не забывайте поддерживать меня и мой канал. Ребята, у нас 6 бо 5 получается будет, раз все идет не одновременно, а по очередям. Ну и хорошо. Побольше посмотрим, получается. Старкрафта. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Опять ДНС-адепт пропускает, ну что за бред? Четыре пробки очередных забрал Не критично, но приятного мало абсолютно здесь для ДНС Решил рабочих еще бустануть разок У самого призма есть Варпани сюда два адепта на муви, зайди отсюда иллюзии пусти на мейн Здесь газов и забирай рабочих Ну, что-то тупит ДНС Укрейтера шейк... Опа! Адепта пуш, похоже, что да А у ДНС вообще есть? А, у меня удар встань Архивы Templar очень поздние Ну, без архива Templar здесь будут не отбиться вообще, на самом деле ДНС-у без... Без, короче, этих Архонов Так, адепта на мейн залетает Ну, главное, кстати, здесь ДНС не стал тпшиться и у него теперь нет информации о происходящем тупо Хотя, с другой стороны, смотрите, у него здесь архоны сейчас начнут строиться уже И он время выиграл просто великолепно сейчас То есть он... А, а, здесь призмы есть Ну, пока эта армия подтянется отсюда, это реально дофига времени пройдет ДНС заказывает еще плюс два, кстати, грейд на атаку И морков Сколько у него? Два и моркова, два архона Не, архонов много, но все равно будет очень тяжко как-то по ходу этих Отбить этот пуш, короче Гиты еще не доделались Супон у него сейчас уже есть Ну, у него пять работают, в принципе, гиток Плюс зилот еще Зилот, конечно, против адептов Решение абсолютно сомнительное, конечно Но... Так, плюс два доделаться тоже не успеет, скорее всего Ну, а архонов уже три штуки будут Так, а здесь архоны сливают тоже Так, и приходят Везде, короче, адепты Везде какая-то хрень Так, атака в лоб пошла, ДНС Как же, Криво, он бой дает здесь Батареек ровно ноль Да, слушай, ДНС какую-то херню сделал Батареек у него нет, ни хера нет Но у него надо, он сбивается по чуть-чуть, кстати Вот, что он прикол А как только плюс два будет, так он вообще стопроцентно отобьет Все Еще пять дилотов добавляется Так, сталкеры попустят призму Это важный момент, что они призму попустят Потому что без призму здесь уж не сможет продолжаться Плюс дарк там есть О, а здесь, смотрите, ДНС-криэйтор Тоже принимает хорошенечко Так, тринадцать из пробок потерял Но можно пойти в контратаку Сейчас я не уснуть, по-моему, на ДНС Этого Криэйтора Нафиг Ведь лимит хороший здесь Так, сталкеров вниз перевозь, делай что-нибудь Пробок сажай в призму, сделайте что-нибудь Так, плюс два здесь тоже делается Ну блин, у Криэйтора по технологиям Ну херка, тут у него слабенькие технологии-то Я не понял, просто ДНС будет вперед идти или нет Че он сидит вообще Сейчас Че он ждет точнее Все, призма сбито, все отбил и что-то сидит Поставь здесь газ Варпани еще больше архонов И пойди уже в бой Пойди уже в атаку Так, опять Криэйтор адептами Пытается нападать Наверное, сразу же выдвигается Развалить кабинет Все, пошел выход Криэйтор там уже четвертую базу ставит Здесь архоны адепты Здесь архоны зилки У ДНС больше Архонов явно будет Еще вот ДНС плюс три делал бы У него вообще хорошая ситуация была Он плюс три вообще не делал Пилонов очень мало строит Что-то ДНС Я в сервере у Криэйтора нет Удают У ДНС, простите, в атаке Ну тут, кстати, доминирование полиометров Абсолютно по боевому Здесь все лучше Лучше у Криэйтора и у ДНС И у Криэйтора Позиция убогая Здесь Криэйтор за Анефтусом дерется А ДНС убого стоит здесь В этой позиции Там еще кто-то к нему прилетел Где-то, а вот адепт-2 прилетела И мордов них все мало, короче Я как Криэйтор на Европе Так контролит напрямую Я просто не понимаю ДНС в скал развалился просто Такое ощущение Вот судя по контролю ДНС, который туда-сюда Тыкает юнитами Такое ощущение, что Это не Криэйтор на Европе играет А ДНС, блин На Корее играет Скиндом каким-то жестким Чушь полная вообще здесь происходит Пытается вступить ДНС Здесь какой-то Дарк пошел Там, а сервер есть, все есть, короче Да, куда ничего не сделает Здесь не видно, да? Попытка здесь Дарком Что-то предпринять Признак стил Дарк зашел Тут разобрался Ну, что-то Криэйтор больше Там намного полиметров Дает еще бой ДНС Не понимаю, почему он батарейки не делает Вообще Хотя сейчас экономика-то Как и батарейки С другой стороны, да? Тут, казалось бы В кармане есть нычка Здесь на мэне Фатонка Но ДНС не знает Тонечки вообще ДНС Криэйтор не сказал Плюс 3 сейчас ДНС, да, Архон рубит Нет, тут уже пришли почти Архоны Не успеет А, хотя в сервере нет Так где АУКС-ка, в общем Бля, ну ДНС, а Как-то опять на мой взгляд А, ну хотя здесь правильно Он свалил Спустя, ну Криэйтор Кстати, развел ДНС сейчас Смотрите как То есть он ушел туда Пришел сюда Здесь до Архина Халяву Еще заходит Рубанул и Мортвый Еще и слить успел В этом Криэйтор Все ДНС точнее Какой убогий Контроль Криэйтор пытался Все сдохну Здесь Криэйтор пришел Все, опять слил ДНС Такой Хворит Ну плюс 3 у него нет Короче Парабам Более-менее равная Ситуация Сейчас плюс 3 ДНС заказал Базу не ставят Вроде как Еще пока не проиграл Но Такая-то непонятная Вещь Вещь Происходит Лично для меня Ну то есть ДНС как Криэйтор контролит Криэйтор играет На сервере Просто удаленном От себя Самый Дмитин должен быть А ДНС Почему-то Разваливает Все Ну ТЗ Как происходит Так Ну вот именно Так сейчас Все и происходит Черт Нету ДНС Ставят Есть у ДНС Дибризма Нет Так Здесь Потомка Есть ДНС Приходит Дарком Такой Светанул И ушел Что мы имеем В итоге Лимит Одинаковый Почти Иммортал 10 Зилков 5 Архонов Дарк 6 Сталкеров У ДНС Есть 6 Архонов 2 Иммортал Ну короче Криэйтора Побольше Болевого В чем У него А у него Адепты Есть Да У него Адепты Есть Короче Адепты Там больше Лимита Проходом Да Варпы Идут Ну в принципе Если ДНС Бой Нормально Даст У него Шансы Еще Есть У него Получается Некстус 4 Скоро Будет Готов У него Плюс 3 Также Бустится То есть Я думаю 50 Секунд Успеет Он Набустит Дарк Приходит Чуть Не Сдох Сейчас Дарк ДНС Спалил Вообще Что здесь Проискут Так Через Золото Может Пройти ДНС Опа Здесь Сюрпрайс Мадефак Золото Вот оно Золото Крэтера Броня Пошла Но Это Не Поля Тут На Потери Выше УДНС 15 700 На 13 Это Броня Не Поля На Архонах Наверное Важнее Было Сделать Я Так Думал Так В ДНС Собрался Идти Что Ли Да Идет Вперед ДНС Хороший Лимит Боевой Но У него Как-то Еще тут Я смотрю Здесь Очень много Зилотов У Крэйтора Этих Зилотов Нет Как-то У ДНС По качеству Лимит Я не знаю ДНС Опа Собасно Как Входит Здесь Успел Кстати На КГ Уйти А на Мэйне Зилки С Дарками Ой Какая Жесть Здесь Выгодные Позиции Бой Дает ДНС Выгоднейшие Для себя Позиция Просто Призму Въезжает В стройку На Мэйне Просто Разбирается ДНС В лимиту Проседает Надо Отступить И дать Бой Дому Получается Что ли Так Броня У Крэйтора Не доделась Нексус Падает А в сервер Зато Доделался ДНС Пытается Отступить Очень Какими-то Он Маршрутами Опольными Там Обходит Может Сейчас Получить Люлей Здесь Так Дарс Не жди Это Снабсервер Есть Надо контролить Надо улетать Здесь ДНС Пытается С доварфом Отбиться Если Отобьется Это шанс Для него Конечно Там Золото Ой Криэйтор На Муви Ходит Просто Сливает Все Не все Точнее Архона Двух Сталкеров Минус Сейчас Криэйтору Здесь На Мэне ДНС Тоже Хоть Чуть Расковыривает Рабочих Больше Так А что ДНС Не хочет На Золото Полететь Там Нихера Нет Сейчас Хотя Не Потом Доделаешь ДНС Тут Надо Агрессивно Играть Иначе Он Слил Это Очевидно Абсолютно Становит Так Да Тут На Золото Полетит Не 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 Да Иначе Понял Что Нечего Ловить Дорком Надо Вперед Ити Армия Это Неплохая Ац В целом Сейчас Вот Иммортал Один Подостанет Правда Так Раскладывает С призмой ДНС Занимает Позицию На ХГ Плюс Штормовик Дорком В Иммортал Этого Вархона Будет Слить Сейчас Креатор Обсервируем Там Мониторит Что Происходит Но Кстати У креатора Часть лимита Вообще На Мэй У ДНС Больше Боевого Учитывая Что У креатора Вообще Часть На Мэй У него Хорошая Сейчас Ситуация У ДНС Так Пошла Атака Как же Зивоты Все в куче Неудобно Дерутся Жесть Та Какая Креатор Не выводит С мэй Свой лимит Дает Бой Бля Вот Вроде Все ДНС Вот Я смотрю Вроде ДНС Все правильно Делает А реально Только Да Или Продавил Слушайте Продавил Продавил Бля Просто Игра На Волоске Такое Ощущение Что Все время ДНС Нормально Нападал Вроде Все правильно Делал Но Ким-то Чудом Сливался Но Нет Даже Додавил В итоге И дожал У креатора Часть Боевого Лимита На Вперед До Сих Пор Его Самое Удивительное Меньше Боевого Лимита Но Он Продолжает При этом Давить Так Есть Кстати Ой Феникс Куда Ты Чего ДНС Куда Ты Собрался Балдик Ты Ё Моё И Все равно Сольет Что Ли Вообще Тут Такая Блин Валидольная Игра Я Просто В шоке Конечно Все Просто На Соплях На Волоске Нельзя Давать Золото Ему Добывать Дальше ДНС У тебя Жи Базды Нет Что Ты Творишь Вообще Где Обсервер У тебя Вот Он Летит Сюда Обс Креатор Там Продакшн Какой-то Гигантский Вообще Так Обс Прилетел Минус Обсервер Креатор Ски Сразу Креатор Золото Просто Смотрите Оно Окупится Моментально Это Золото У ДНС Добычи Меньше Намного Чем Креатор Еще Тут Карманная Осталась Кстати База Наруха Блин Я что-то Не понял Ирония Типа Это Угорает Или Нет Про Пвп Нормальная Пвп Идет Я бы сказал Даже Крутое Пвп Деселит Ну ДНС Наламывается Без имморталов ГГ Вп 1.0 Креатор Похоже Ребята Печаль Беда Дичь Нихера Не поделаешь Как говорится Наступил ДНС Нахера Было Ломиться Вот Если У тебя Нексус Через Несколько Секунд Будет Тогда Вопрос Архона На золото Ну Кстати Если Креатор Подзатянет Пояс Потуже Я бы сказал Золото Кончится У Креатора Все Кончится А у ДНС Еще Шансы Останут Такие Никакие Но У Креатора Блин Три Иммортала Живых Вот Что Плохо Для ДНС У него Архонов Больше Короче Еще и Призма Летает Где-то Хер Память Где Можно В карман Полететь Был Так О ДНС Да Да Архон Минус Феникс Чертов Подоспел Призму Вбил 96-68 По боевому Лимиту ДНС Подстраивает Имморт ДНС Делает Архонов Этот Вообще Бесполе Ему Порегениться Но Он уже Начал Регениться Конечно Но У него 29 Пока Только Он Регенит Так Позицию У ДНС Мягко Говоря Не Позиция Нормальная Но У него Лимита Меньше На 20 Боевого Я не Думаю Что Он Здесь Может Отбиться Потому Что Слишком Много Крейтера Даже На 30 Уже Практически Разница С Этим Доварком Идет Крейтер Крейтер Вообще Офигел Шатает Всех На Европе Молодец 1-0 Короче При этом Ждем Вторую Игру Выгода У нас Пишет Продолжение следует... Так, а следующий У нас Пара Будет Искать Крейтер Соус Следующий Пара Будет Ну Что Я В Игре Продолжение следует... Пилю рекламу, что-то давно не пилил, ребят. Помните про блог и подписаться на премиум? Обязательно поддержите меня мой канал, спасибо всем, кто так делает, все готовы, пора стартовать, похоже. Продолжение следует... 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 Ну что, ребят? Креатор 1-0, 2-0 ли это или нет, мы сейчас узнаем далее. Может какие-то игры не параллельно... Хотя нет, параллельно ничего пускать не будут, скорее всего, я так понимаю. ДНС синий, в этот раз Креатор красный. Гальца как до этого было? Креатор красный был в предыдущей игре. По-моему, ДНС красный был. Да, да, ДНС был красными цветами, поменялись, но бывает. Поменяется ли победами? Вот это вопрос. Все стандартно, кибернетчика в 2 гейта в кибернетку. Ну что ты, сонный мост, мост. Дверь шатаешь, и служит. Улия, тепло, 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 тепло... Субтитры делал DimaTorzok 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 Отменяй ДНС! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что там было за инфа? Субтитры делал DimaTorzok 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 У DimaTorzok Дэнс все это видит прекрасно Дэнс все спалил Ну не знаю А, третий пошел По дэнсу DimaTorzok Почти что сравнялся Другой вопрос Другой вопрос будет ли какая-то агрессия или нет здесь. Пока не похоже на это. Крейтор плюс один будет. У крейтера великолепный лимит, то есть у него сейчас раньше добавится гейтов до восьми штук. Вот сейчас еще два и все, их восемь будет. Так, секундочку. Что-то там происходит. Так, все, я здесь, ребят. Ну, там и там плюс два, ребята. Крейтора больше лимита, короче, но лезть я тоже для него особого смысла не вижу. У БНСа два аммортала в тылу, прикольно, здесь зависли, как бы они могут решить, на самом деле. Разумишка подписался на премию. Опа. Все, мужик теперь работает, поэтому пугает меня иногда. Яндекс, мужик, починился. Отлично. Красивый Разумишка. А Стивка, что-то о премию, ребят, не забывайте поддерживать. У нас ПВП, но вот это не самое худшее ПВП, которое может быть. Очень прикольно, оно такое динамичное получается. Крейтор шатает ДНС, а еще два раза сегодня будет, как минимум, играть Блай, насколько я понимаю, с сетки. Да, два раза еще Блай будет играть. Ну, все шесть матчей здесь, каждый с каждым. Блай будет играть. Да, что там у кого лагает, я не понял. Что-то, ребят, как идет? Что-то, говорят, лагает. Что-нибудь, что-нибудь где-нибудь лагает вообще, скажите, на бутгейме. А-а-а. Ничего не лагает, понял. Крич, у кого-то что-то в башке лагает. Да не, правильно, сейчас общий прям, ну, то есть, не, он там дает, как бы, у них, ну, там, анимацию, общих смайлов, еще что-то, как бы, ну, личный прям сейчас прикольный, потому что, как бы, смайлики чисто стримера есть, есть. В чатике он, линк там, допустим, цвет никнейма зелененький, прикольный. Ну, фиолетовый тоже цвет, конечно, ну, от общего прямолингов нет никаких на моем канале, там, и т.д. Так, крейдер к ДНСу прилетел. Ребят, крейдер тут просто разваливать ДНСа пытается. Слушайте, неплохо у него получается пока что вроде. Пилоны падают, четвертый нексту ставится. Делки заходят, минус пробочки, раз, два. Да, прям под архунами жарят этих пробок. Ну, халде вообще нормально, крейдер шесть пробок забирает. ДНС как-то вяленько отбивается, вообще. Так, надо, конечно, на исходное смотреть, я не знаю, может, до сих пор сохраняется эта хрень, что у некоторых не на исходном, там, криво что-то работает, как бы, но на исходном все должно работать. Кстати, у ДНСа больше лимита, чем у крейдера. Но у него позже плюс три, например, будет. Короче, двести в двести такие зомби-тосы, короче. Имморт, лазилки, архоны с М3, сталкеры, короче, гейтовое мясо, плюсы мы без штормов. Все в лоб это будет, раз, так. Спасибо, Урвиль. А чё мужик-то молчает? Вы встретили свою судьбу? Слияние совершено. Так, можно замазаться? Не, я не хочу мазаться, я только постирался недавно. У меня вещей нет, ну, чистых. Короче, ладно, шутки с шутками, ребят, ДНС идет вперед. Всё, мужик опять больше не работает. Чё за херня вообще? Урвиль переподписан два месяца. А не работает. Разумишка подписался на премиум. Только с задержкой. Пошло, пошло мясо. У Креэйтора Мазершип, у ДНС, короче, зилки, архоны. Как же Мазершип сейчас люто зарешал, ребят? Похоже, это минус ДНС, Креэйтор 2.0. Но вот такой хери я не ожидал. Я думал, что ДНС здесь хаворит, потому что Европа. То есть Креэйтор просто бичей европейских вывозит, что ли? Да нет, не бичей, но почему-то Креэйтор вывозит. 200 Джаксов. Готелл Нэтч, да я за Скорпиона всегда играл. Джакс и Колхагана. Короче, тут контур-врыв имморталами, а ДНС... Ну, Креэйтор идёт ДНСа наказывать вообще. С тебя, короче, 100 Скорпионов. 171, 146. Ну, кстати, вот если бы у ДНСа был здесь вижен, на вот этих юнит, которые здесь были, и на всё идеально, он бы развалил. Просто там были моменты, что с флангов не было вижена, как бы. У некоторых юнитов, они поэтому разлетались, наверное, на халяву. Ну, тут, короче, Микс лучше намного у Креэйтора. У него зелков-то почти нет. У него тут супертехнологично всё выйдут. Архоны, да, архидис. Ой, жесть какая. Ещё три архона. Скуплен архонов-то уже 13 штук. А, нет, 11. Это штук 11, да. Можно фидбэк считать Мазершип, конечно. Но ему только поля снимутся у нас сами, или ему пофиг на этот фидбэк. Голосовал, кто кого-нибудь попросил. Блин, ходит вокруг, да около здесь Креэйтор не может наказать. Хаббит, спасибо, вижу три сотки. Не знаю, будет ли мужик озвучивать. Вообще должен, конечно. Ну, что-то он какой-то тормознутый стал опять. Там опять с серверами, что ли, случилось. Не знаю. Всё, последний бой, наверное, сейчас в этой игре идёт. Разваливается ДНС просто в мясо. Креэйтор минус Блайм минус ДНС. Обоих 2-0. Просто молодец, чё тут говорить. Габбит поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает. Спасибо за стримы. Спасибо, Габбит. Спасибо, короче, всем ребят. Ждём следующую пару у нас. Креэйтор против Соула. И всё, Креэйтор потом не будет играть, потому что... Ну, ему спать надо вообще. Креэйтор Соула. Не знаю, Соула-то должен он развалить или нет. Раз он так шатает ПВП, так шатает ПВЗ, то ПВТ. Все разные матчапы вообще, кстати, Креэйтору приходится отыгрывать. Ну, всё, чуток осталось до четырёх семёрочек. Короче, всем спасибо за поддержку, ребят, большое. Спасибо. Хотелось бы верить, что бладщик ДНС и Соула может вывести. Но вообще он не фаворит там по коэффициентам, например. Да и вообще, как это КЗ, я даже не знаю. Посмотрим, посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok КЗ, я даже не знаю. КЗ, я даже не знаю. КЗ, я даже не знаю. Так, захожу на хост, сейчас все зайдут. Погодите, ребят, на секунду отойдём. Продолжение следует... 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 Наши КСМ атакованы. Так, здесь пробка. Что креатор делает? Взял пробку, слил зачем-то, непонятно. Ну, зато Марика спалил. А, он думал Рипер здесь. Он, короче, Рипер дольше, Марика строится раза в полтора. Вот. А может даже и близко к двуму. И креатор думал, что Рипера строит у нас Соло, а Соло строил у нас Марика, поэтому не успел креатору уйти, тупо, наверное, из-за пинга. Как я понимаю. Здесь всё стандартно через Адепта. Не бустит креатор Адепта при этом. Играет с умом, он увидит Марика, понимает, опасности нет. Сразу рабочий начал начал бустанить. И по рабочим в плюсе. На пять уже он. Несмотря на потерю пробки этой, которая отдалась там на Марике. И делается робо. Так, кстати, код палит. А, прокси проверяет креатор. Нет ли здесь какой-то прокси? Похоже, что нет. Опа. Так, что-то всё на турнир. Там поддерживают. Ну, молодцы. Уж такой призовой неплохой накопился на Зергоском турнире. То есть, получается, будет турнир Зерго. Будет турнир, который Аверс создал. И мой потом турнир. То есть, три турнира таких. Но будет геймить. Ещё есть для пацанам по геймин. СНГ движуха идёт. Это хорошо. Ну, а вы не забывайте, чтобы на мой канал такие зелёные циферки шли. Можете, кстати, тоже мой турнир поддержать. Пока никто его вообще не поддерживал. Только мои там эти. И участвуйте у него обязательно. Соу-код вперёд пошёл, что ли? Да, пошёл соу-код вперёд. А здесь ещё здесь призма летит. И чего? О, тут соу решёт, что прям лох пробьёт. Вот так вот. Кстати, вероятность этого есть и немаленькая. Потому что здесь батареек нет. Гейты все в рампе. То есть, если получится гейты сблочить, то вообще печаль будет. Загрузил соу всё медивак. Короче, она отдавала что-то юнитов здесь. Ай, как не везёт Криэйтору! Зачем он два адепта варпит в другом направлении? Я ХЗ, правда. Батареечку всё-таки одну заказал и правильно сделал. Танк минус. Здесь адепты залетают. Криэйтор начинает шатать соулу уже. Гонится сзади за мариками. Здесь ещё соул привёз, кстати, танк хотел ещё пушить. Адепты начинают ковырять КСМ-к 3 минус. Четвёртая в минус. Кстати, не все здесь погибли. Больше эта часть там погибла, получается. Жесть какая-то вообще. Чё-то минус соул уже, что ли? Я ещё не понимаю. Тут можно прямо сейчас развалиться. Здесь и сейчас, по-моему, нет? А чё, вот сейчас бы... Танк бы сейчас зал бы по адептам дал, а в это время бы отсюда с имморталом подошли бы. Танк бы минус нули и ГГ могло бы быть. Но Криэйтор не стал рисковать. Он на мейн решил с имморталом полететь. Может быть, он и прав здесь, конечно. Не знаю. Может быть, он здесь и прав. Так надёжнее бы. Я так могло бы быть, что там как-то криво танк покрутился. Сталкеры дэмэджные. Все в мясо, короче. Поэтому могли бы развалиться. А так нам и нерабочих заберём. Третья ЦЦ-ка строит. Не-ка строит. Всё нормально вообще. Не понял. КСН-ки внутри медилака могут на автопочинке чинить? Чё-то ты, мне кажется, сказки распешки-то не... Ребят, то шарит. Вот как бег живи, бег учись. Вот я реально на хз даже задумался. Сегодня в первой Старик осмотрели, я говорил, что сегодня даже узнал, что много нового в первом Старграде. По физике как бы. Если КСН-ки могут чинить медилаки, как бы, то это перебор. Да нет, если это так, то это не баг. Просто... Это удивительно, если это так, как бы. Мне кажется, что они не чинят. Тираны есть тираны здесь вообще? Так, продолжается шаталить. Ай, призму можно слить сейчас. Чуть-чуть бы иммортал сдох, но не сдох. Здесь третий некст уже. Колоссы, чардж, доминируют креатор абсолютно здесь во всем в этой игре, по-моему. Так, дропа от Сулу, странный, который будет сейчас мясо уничтожен просто с двух сторон. На мейне сделки колоссы снизу, колоссы сверху, везде какая-то дичь, марики просто разгромлены все. Сулу еще тут колоссы решил забрать. Да не, братан, здесь призма есть. Ё-мо, как ждет креатор Сулу. Прикольно сейчас. А еще рабочих в ЦЦ посадить, то они и ЦЦ чинят. А еще если рабочих говорят в ЦЦ посадить, улететь за в угол карты, то они на другую карту прилетят, а потом батлкрузеров те приведут в прирост, потому что там на халяву развиваться будут. Как в первом Старкрафте, когда на остров переселялись, обсерверы хитрожопого, ну, в старые времена, камелки были, выходили в ядерки, и пока два щела играют, начинали бомбить, летать, короче. Так, гесминки и минус. Две пробки, всего лишь убивают они. Так, Скаллакер Мин, где обсервер-то вообще не знаю. Сулу вообще двухбазовая играть? Да, вообще. Понял, Сонган. Да я тоже сомневался, ну, не могут они ничего чинить. Медики не лечат медиваки, ну, то есть, КСМки не чинить. Единственное, что у медиваки происходит, так это вот, рипер начинает регениться со временем, там, да, это да. Если какой-то каст на юнитов был, допустим, Микост, и в медивак посадил, они сдохнут могут, медиваки, там, прям. Вот это, такие вещи происходят, да. Так, развел Минькин удар, так, есть гасты, крейдер палец вперед, куда он так? Ху! Есть штормы, ребят? Буду надеться, сейчас выпили. Так, Дминькузу нельзя посадить медивак, что, серьезно, что ли? Сегодня, значит, кто-то использовал щиты, я помню, днем, медивак садясь. И вчера тоже такое было. Мимо ЕМП, мимо все, нафиг, 150 на 103 по лимиту. Сейчас добивать пойдет крейдер, это 2-0, ой, это 1-0, точнее. И стабилизатор четвертый, не отсутствует. Это раньше нельзя было, потому что Микост топил полностью, а сейчас он только замедляет, поэтому можно. Так, с ТСМ-ками тут солоу-бой дает, куда он там и лезет, я не знаю. Криэйтор агрит, колоссами там все. Грам, пошел-ка. Ну, крейтор дает. Пошел, колоссов, просрал, что-то две штуки на мувер. Сталкер, переблинг, ну, один-то колосс живет, архонов дофигает, все, победа, ребята, это 1-0. Это изи-криэйтор. Так. Спасибо. Так, вторая карта, прыгаю. Продолжение следует... Ты как бы бывший программист, а я как бы нынешний гаммист про. Как тебе такое, Дональд Трамп? Короче, поехали, Creator 1.0. Здорово всем еще раз. Ну что, Creator Soul. Карта номер 2. Депоха у Соло, газ, Депоха, газ... А, нет, Барака... А, о, 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 о! Ё-моё, провалище! Прокси найдено, ребят, вообще дичь. Заказывает дома новый Барак, Соло. Это катастрофа. А тут куда? О, Creator в ответочку на Чизорискис. Решил тоже Чизорискис запилить. Молодец. Хорошая ответка, я бы сказал. Интересная получается. Здесь тоже два газа, кстати. Косол не отступается от своей идеи сыграть какую-то Чиз. Кстати, Creator решил доразведать здесь полностью все абсолютно, насколько я вижу. И он сейчас обнаружит этот билд вообще. Жизнь, палач、 палачу, палачу. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алиска в отпуске Ну да, галочка стоит На Алисе Вроде как Ну пока что Яндекс.Мужик хоть работает Опа, смотрите какой тут билд интересный От креатора идёт прокси-робо Прокси-робо, есть гейт, бустится варп Ещё один гейт здесь Короче, робо в гейты То есть иммортал сталкер и пуш Какой-то мощнейший такой А здесь два циклона Блин, ну два циклона это интересно Это сильно на самом деле Ну три гейта плюс робо Ну нахера тогда потратил буст креатор Я не понимаю Если сейчас случайно соул как-нибудь сюда выйдет Он может выиграть Если он циклонами выйдет вперёд Так, креатор хочет максимум отвлекать здесь что ли Будет циклонами ловить пробку Да, ловит пробку Моментально минус пробка Здесь два сталкера Там иммортал бустится Сейчас ещё один сталкер будет Короче То есть нужно здесь как-то встретить циклонов Которые уже вперёд едут Бустится иммортал Ещё раз надо заказывать Ну а, призма делается Не, ну призма это хорошо, конечно Но варпа-то пока нет Батарейки здесь тоже нет Надо поставить адепта под циклонов Сейчас обязательно Вот батареечку креатор делает Скоро гейты откроются Два секунда Две секунды до варпа Извиняюсь, два секунды Как чухонистка-то говорю Чухно точнее Ай, кого бьёт-то? Далкер ломает Циклоны, гейлики приехали Так, а здесь нексуса-то нет Заезжает такой у нас Заезжает такой соул А гелика Ну а нексуса нет Пора идти вперёд Гейты надо Бустить ещё раз гейты Бункер имеется на хг в заказе Так, делается сентриан Всё, пора идти вперёд И минусовать Только нужен обсервер Будет обсервер Точно отлетит, мне кажется Соул почему-то Вот Ну, кстати, уже на хг там готовят На самом деле всё К приёму Робка заезжает Видит 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 эти Геликов Видит циклоны у нас Прекрасно Крейтер Заказан обсервер Иммортал идёт вперёд Сэцех будет эвакуироваться вообще Пора эвакуировать Иначе сэцеха может упасть Э-э-э-э Сталкид Вперёд Тут надо обсервер обязательно Минку видит, кажется Крейтер Хороший залп Но мимо Отминки Плюс сталкеров до варп Можно и СЦ Пытаться забрать На второй базе Ооо, да тут печально Контроль на призму Как будто бы и не на Европе Криэйтор играет совсем СЦ очень много демоджей получила Пытается пробить уже Пристройку у нас Криэйтор Соул А если будет убит стимпак То это вообще катастрофа тогда будет Минка перекапывается Минка под обсервер попадает Минус минка Стим буквально 3 секунды остается Минус стим Не доделался секунду Вы видели просто Кую секунду, долю секунды Вот это да ГГ пишет соулс И некоторые игры клоунские такие Ну веселые 2-0 Криэйтор Криэйтор всех 2-0 Минус нул Он с первого места выйдет Уже походу из этой группы Вот дает Ну в любом случае Когда Доделался бы стим Марики без щитов Они бы за 10 хп потеряли На стиме получается Как бы И скорее всего С призмой бы Криэйтор просто Расконтролил Потому что никаких проблем С контролем у него не наблюдается Но если бы получилось Фокуснуть призму Был бы шанс Как там на хг Отковыряться Благодаря второй цсшке Выехать Но С отменой стимпака Все шансы Стали равны Ну там С Процентов 5-7 Десяти на победу Ну там Нулю стали равны Они просто И все Короче Блай против Кого там дальше У нас Соулу против Блайну Ждем Блай соулу Короче Сейчас подчеркают И будет старт Союз 3 матча Блай соул Блай днс Соул днс Вот так вот Посмотрим Насколько Блай готов Нагнуть соула Это вопрос Так Ща ребят Я докушаю С нитка Быстренько И к вам вернусь Кстати Пилю рекламу Игры веселые Помните про Отлоки Подписывайтесь на премию Не забывайте Поддержите У меня мой канал Сейчас я вернусь Через минутку Буквально Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, карты распределили, погнали. Наруто что-то сегодня разговорился, говорит, Блай, ты что такой красивый, милый, хэнсон. Наруто говорит, Блай, типа, после прогейминга, иди моделью. Ну, я им смайлик послал, там, Наруто такой. Так. Наверное, никто внимания не обратил особо. Блай, бля, бля. Блай, бля. Блай, бля. Блай, бля. Блай, бля. Блай, бля. так так об этом и об этом и была речь на самом деле вообще вот об этом и была речь могут ли внутри медивак так все-таки могут внутри медивак рабочие чинить на авто починки кстати я никогда об этом не задумался потому что ну супер повлиять это на ни на что не может как бы но прикольная подробность короче игра возобновлена так в лапу газ мэйна ничего себе млайдар к врубил или это улын какой-то но скорее всего нет хатаналу граунди да просто скорость получается пораньше королева пораньше скорость но dark обычно газ пульс мэйна делает что вообще бы как бы скорость вообще очень ранее было то что ну угла и как бы что он если сейчас соул не поймет что происходит собак не запалит а он по ходу не запалит что они уже побежали как бы хочет обижать кстати вот я не по а ну соус палит то что хата позднее и все нормально будет короче все дома стой да и ничего не это не парсик его ксм на месте соулы я так сделал заметил хат понял что не полный улайн полетела а тут 4 собаки бла хитрая соул глупый я извиняюсь за такие эти она он прикрыл чисто ксм q и отступил ну то есть успеет и здесь принять вообще ну и все чё минус все собаки обла ооо так это сгрызали те это полный улын от бла ребят посмотрите только что творится цц придется отменять кстати соулу похоже почему-то не перелетает он при этом всем хотя можно ксм-ку одну единственную и неповторимую вывести сюда давай соль ай-яй-яй буквально не хватает смотрите она ее нет я пильну ее я запилю я спасу соул решил спасти соцеху кстати слушайте он спасет соцеху походу существует собак правда дофига вообще ну на рампе гелищ есть соцеха достроилась короче блай заулынил абсолютно жестко рабочих соло поубивал на учитывая что у соло цеха есть и реактор на факте ема дак это гг почти а 10 3 цеха но это почти гг блай ребят это очень печально но это стоит признать что это так очень жаль начинается производить что соул делает отмениться цеху улетел ей тогда нахер ты даешь грызть блин пошла орбиталка здесь там везде короче 2 можно лэр запилить в ниду споттану он 3 посмотрим кстати сейчас грамотные действия было могут привести к хорошим последствиям по макро догонит по экономике так ну и цеха нам и не может перелетает сюда другая цеха 3622 пользу было уже по рабочим 10 30 цехи работает случаясь и стол сейчас быстро 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 будет нагонять блая по экономике как бы причине он все хорошо будет как тут у нас ручь ворон лэйера пока нет мой раблая не не видит ну все стенку закрыл соул ребят блаю не забежать будет ну никак один строучий угла это пуш какой да это пуш какой-то слушайте безлэйровый вообще так 4 дрона здесь и троуч ну да это пуш но здесь будет танк бункера единственное нет конечно здесь у соула то что бункера нет это очень большой косяк упс он не так сейчас он поймется на бункер делать как бы а он что-то тупи чем бункер то не делает бля танк так близко раскладывает сол такой дури мара 30 секунд остается здесь буквально по строю вас же расстанки если минус ну то это все пиши пропала пиши гг а заходят реладжеры под танку ай буквально секунду танку хотелось ну клоун ё-моё соул бункер не запилен ничего не сделано вообще че он делает хер знает файрболы просто унижатра и то при этом сам соул накиду какой же сплэш сейчас от танка зашел а невероятный просто сплэш зашел так здесь за ту гелики заехали гваю соул контролит убого и очень убого 4 дрона все убил сам 20 рабочих уже потерял ну реладжера зато забрал боевого лимита больше грейды лучше но экономика ужасная конечно у соулы здесь и щиты не делаются нифига говера надо забрать заберет конечно соул здесь пусть и блайн молодец конечно что вот по макро так вперед вырвался но чем отбиваться я даже не знаю дальше соул экономику то восстановит у него 30 цехей так полетел драпешник что угла есть 3 руб 4 5 на 10 ручей будет пусть и 16 мариков танк могут сейчас еще была здесь ну не убить но очень больно сделать ему на 3 базе хотя было очень мастит но они все выйти не успеют еще к этому моменту как соул прилетит сюда прям на крип он грузит да смотри прям на крип соул прилетает танк сич марики разгружаются 3 туморы минус тим идет на третью о под ударом экономика была минус руч минус пирог ой ой как больно 10 дронов 12 минус 7 18 дронов минус 7 соул дронов убил танк тоже живой можно его еще сложить он еще здесь накидывает так беспалево просто соул еще и танк увез ё-моё не ну это перебор конечно улетает соул блая питается за фаерболит без шансов попасть в соул контроль все 2-2 3-2 заказано я рассчитывал на то что соул урон нанесет конечно благо какой-то но что такой гигантский урон нанесет он я вообще не ожидал а ведь у него все лучше 2-2 грейды там и т.д. и т.д. и т.д. и экономика такая же сейчас как у была точно такая же ну что дальше будет какой-то выход от соул да у него плюс два барака пять барака будет факта работает плюс один на танчик играет пошел медилак правда втыкается ухо косячно строит но в принципе у него медилакова достаточно много пошел ухо кстати забегание роучи готовит блай их девять штук может быть неплохо для соула но в тимминце он очень резко как бы идет отбиваться часть роучи блай оставил часть увел короче соул что-то развалил половину половина убежала четвертую цеху пытается блай подгрызть здесь выдвигается бродяга марик на прикрытие сагрил на себя собаку ксм выжил в итоге ну понятно что соул делает убегать до края роучи все-таки блай успешно отдал так роучи реваджеры плюс инфестор короче тканет соул идет крип убивать блай сейчас увидим кстати соул что блай тут рядом бегает танки стич надо просто поставить соул делает пошли методы по аэрболы в молоко марики живут все пока что блай тянет время у него ультралискер ну не только строится ребят ладно б там ультра уже лез до конь панфер делся просто соло сейчас дальше выдвинется то блая не под дорогами скорее всего двойной дроп попер здесь такое мощное забегание собак идет ну соло много мариков на ранку тем более 2-2 грейдики есть Здесь так ЦЦХ и не строится, СОУ пупит, потому что собаки забежали с бункера, марики все расковыряли, даже без темпаха, кстати говоря. Здесь танки вообще без прикрытия, зато на четвертую СОУ прилетел, начинает ЦЦХ увалить, ну тут как-то, тут как тяжело. Вот марики с мельхозом садятся в медивак и улетают отсюда, вон. Очередной скан, минус крип, в центре весь вообще. Надо камни пробивать, танки надо сижить, СОУ, он что-то долго это делает, соображается, прежде чем засижить танки. Один сижится, все на стиме идет вниз, ультры пока нет, михоз будет, да, михоз будет, пошла ультра в бой. Ну тут танки плюс бил, четвертая хата падает, короче, как-то все плохо, будет СОУ дальше-то идти. Надо дальше идти, пока панциря нет, он не знает, какой там готовность панциря, он прокликивает ультрава-то, наверное. Че СОУ ждет, не понимаю. Прирост весь дома. А, ну он отступил и дропается одновременно. Третья атака, ну не знаю, у СОУ Либератора третья атака, это печально вообще. Атака, ну вот, нет. Давайте протоковать СОУ, да, на такую Либертору СОУ, там уже ГАСТы погнали. Ну твой правый с панцирем уже принципиально другой юнит по прочности, в это время соул единичным дрофом отменяет верхнюю там базу, убивая, так, куда тут соул забегает, за минеральными, да, за минеральными линиями четвертую отменил, роуч ворон выпилил, тут роуч ворону ценность как бы сомнительная на данной стадии, тут роуч и рележеров вообще достаточно вполне, итак соул, для того чтобы шатать, как бы, семь танков, два либератора, один гост, еще плюс два госта, 3-3 грейды подъехали, ну, все хорошо, что тут говорить, надо выпить когда-то делать соул, ну, он не спешит, выходить, четвертая база есть у Блая, нет, четвертая, но пока Блай живет. так, девять ультравов, очень много из гастов тяжело их будет палить, но их пять, еще четыре будут девять, скоро гастов уже будет, а это реально много, девять ультравов, конечно, они не убьют, ну, именно девять на девять, но под мариками они гигантский дэмэдж будут наносить своими снайпершотами, вот марики, от ультры сныкались, идти на эти позиции базе, просто за минералами, ультрав пройти не может, то уже Глая под вторую базу подошел, либераторов раскладывает, пошли стих, но гастов-то могут снайпершоты законтрить Микозы, и вот они пошли, Микозы, пю-пю-пю-пю-пю, гасты стрелять, Глая лезет вперед, ой-ой-ой, Микозы хорошо сконтрили, все-таки, все, от Глая, но самый прикол, что соул 3-плюсы по лимит, каким-то образом, либераторы просто унижают, ой, тут, кстати, опять эти пацаны унижают воздух зато, ну все, от снайперил, все, соул по лимиту вровень более-менее, это выгодный для тирана размен, Блай потерял всю армию, у Блая экономика печальная там, за снайперил еще где-то этих, реводжеров, гаст-танк, видишь, гасты мощные юниты, сейчас, это жесть, четвертую так и не дает соулу отменять, слушайте, но если Блай соулу отлететь, то ДНС-то точно с ним поварит, потому что я скупо не видел, Блай все время ДНС-то проигрывал в последнее время, ну хотя, не, не прав, было, были игроки, Блай выигрывал, но что-то больше сливал, по-моему. Так, здесь троллево, помогаю, тут проломариков зашатать. Пью-пью вообще нечем законтрить Блай сейчас, у него мясной такой, мощный мясной лимит, как бы, который ломает именно, но против гастов уже не поломают, они сами кого хочешь сломают. Пока было био, пока гастов не было столько, Блай надо было использовать своих ультралов там и все дела, плюс еще микозы, да, Блай потерял инфестер, да, вот тут новые, только построенные, вот они, кстати, грейд нам, а ну есть, нет, нету грейда, то есть, ну да, они не только построены, они уже, сколько там, одна энергия в секунду регенится, или сколько я хз, ну да, они уже, то есть, 25-30 секунд построены были. Зачем гастов, например, ну я уже много раз говорил, масс бруды, бейлинги, инфестеры, все, что может сбить снайпер-шот, гастов, силы снайпер-шотов и МП, как бы, то есть, в принципе, эсперанс руками, гастов очень тяжело вообще законтрить, в принципе, как бы, вот, ну а не так уж тяжело снайперить, знаете, что с ультралами происходит, просто, ультралы минус 10, напишут, и идут ревенджеры тоже минус 170 на 111, это 1-0 соул, ребят, что-то за пиу-пиу Блая, Блай, кстати, в начале майских на море собрался, отдыхать он собрался, видите ли, на треницах кто будет, минус инфестеры, вот, видимо, Блай уже не об игре думают, походу, у меня такое ощущение а зря ну, ждем ГГ от Блая, он на 80 лимитов, что-то пытается доказать, я не знаю, чего он хочет доказать и кому тут уже без снайпер-шотов, ультра просто улетает там четвертую базу отменяет, юниты какие-то а раньше тираны плакали, не хотели Гастов строить ну, как мне кажется, что, конечно, Гасты уже были когда-то им бы в воле, Хэппи обузил их очень сильно то есть просто МАЗ Гасты убивали все у Зерга, все когда у них дэмэджи снайпер-шот 45 наносил, но просто можно было, ну, там, строчить ими вообще объясню, жесть, как, то есть он не сбивался никаким дэмэджем, там, ничем не сбивался и 25, а, еще и 25 маны он стоил, вот я еще помню мастер-шот 45 нанот что-то , чем-то бывает Глайсоул, вторая игра, ждем. Пилю рекламу, 25 минут не пилил, ребят, не стесняемся поддерживать, отключать от влог и премиуму подписываться. Всем громадное спасибо, кто так делает. Поехали. Глайсоул пока не радует сегодня, единственное, вот это минус, конечно же. А должен бы радовать все-таки здесь. Завтра, например, у него на Ривкиновском, Байстрайевском турнире еще сложнее группа, как мне кажется. Потому что там, знаете, кто будет с ним в группе? Там будет Рейнар, Харстон и Оптимус. Ну, если Оптимус еще ладно, Рейнара тоже можно завалить, то Харстон, который на Нейшн Гори убивал и вообще очень круто играл. Вот это уже под вопросом, под большим. Ну что, ребята, Сува 1-0. Игра номер 2. Если Блай проигрывает эту игру, то 0-2 от Крейтера, 0-2 от Сулы и как бы все решено для Блая. У нас группа эта точно-то не выходит. То есть Сулы ему надо выигрывать. Оптимусу корейцы съели. Там еще кто-кого съест, я ХЗ. Судя по тому, как он... Кто он... Визуально, как Оптимус выглядит, там он... Может, Оптимус сам кого-нибудь съел. Хрен его знает даже. Там вообще воскресная битва двух Хикадзун была. Мейджор, Оптимус там. Это вообще дичь какая-то. Два Сумаиста. Корейцы Брюс Лифти. Качок. Розовый Бройлер на анаболиках. Чам. Рэперок Харстом. Рэперок Ютермал. Опять 6 собак у Блая. Солдут контроле Трипера. Марик один здесь, всего одного маловато. Ой, зажали еще. Вот это он. Ёма. Да что ты делаешь, балбес, ёма? Взял Рипера, отдал. Зачем вообще? Че делает Солд? С Кацмулом вперед поехал. Ну че он за клоунаду-то устраивает? В этот раз Блай хоть собак-то больше не дозаказывает? Уж в прошлой игре Блай какую-то херсть делал абсолютно... Так. И че дальше? Бля, какой Солд нищий. Вот я смотрю сюда и удивлюсь. Че он вообще делает? Зачем он отдал Рипера? Зачем он вообще там летал? Зачем он выводит столько много рабочих вообще? Не понятно. Зачем он берет мула вместе с рабочими, бля? Неужели так можно контролить Киренову на месте Солла? Еще КСН Квин. Это ужасное начало для Солла на самом деле. Так, ЦЦ на реактор. Но это еще не ГГ далеко для Солла. Ха-ха-ха. Лейер А2 я пошел плюс 2 газа. Мне, задается, терзают смутные сомнения, уж не Нидус ли это какой-то. Так, Роуч Ворон, да, Нидус подъехал от Блая. Третью хату ставит, но она фейковая, чисто фейковая. А что у Блая сейчас есть? Три собаки? Солл мимо просто проезжает. Фалит Роуч Ворон. Солл может сейчас понять, что происходит просто по 7 дронов. Ё-моё, 7 дронов. 8, жесть, ребята, жесть. Пошел Нидусецкий. А, ну Солла юнитов зато нет. А, ему нечем Нидус вообще контрить. Не, ну это 1-1, похоже, здесь Соллу вообще нечем контрить. Нидус, то есть у него ни танка, ни пехоты нормального количества, ни армори холбатов, ничего нет. Ни либератора какого-нибудь. Третья карта, походу, у нас будет. Все, Нидус пошел, а что у Солла есть? Гелик Марик, отличная. Отличный прием Нидуса. Тут сразу ГГ можно было писать. Циклона, 2 Солла. Ну, хотя, хотя, 2 Циклона, что у 2 есть? 7 Роуч, 5 Королев? Не, нечем отбить их. Прироста нет. 2 Циклона хорошо, но реактор убьет. Если гладить, то сразу 1 Циклон останется. А, нет, сходи. 7 минусов. Ну, тут, блин, да тут даже 4 Циклона, если телепортнулись, отбились бы, конечно. Но 2, которые выйдут внутрь Роуча этих и Королев, ничего не сделают вообще. Да, они, видите, как вышли еще. Один попал в окружение сразу, второй там еле живой. Солл левает просто. Бомбануло. Бомбануло у Солла маленечко. Подписывайтесь на кухне. Соллぜ Planet. Продолжение следует... 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 Блай прекрасно видит их позицию, и плюс Сол не может два танка разложить с одной и с другой стороны, а не вместе. Так, тут чуть Медиваки не отдал, кстати, но чуть не считается. Здесь тоже крип минус, но один криптумрот дальше ушел, поэтому здесь крипт сохранится, скорее всего, у Блая в тылу. Рой эволюционировал. Смотришь, какого-нибудь Мару там прям по нотам, как на пианино играет какой-нибудь пианист крутой. У них прям вот так идеально все, а здесь немножечко косяки есть. А здесь косяк нету туретки, например, у Соула. Так, здесь, кстати, чуть-чуть потемный мус. Вердос. Да и Вердос вообще, ё-моё, это еще тот пианист. Ползет медленно, но верно, Блай сюда ко второй. Что, он все роущи сюда у него пришли, что ли, еще не пойму. Туретку Блай не покусит, это явная ошибка сейчас. Есть всего один танк у Солу, Солу попадает в Капмейхоз. В фаерболы Влай попадает. Копался Влай вместе с реводжерами, роущими всеми зачем-то, непонятно. Марики все краснющие, но как бы их есть чем лечить, вот в чем проблема для Влая. 170 на 112 полей миксушки, но это минус Глай, короче. Несмотря на то, что здесь мясо демедженное, как бы, Солу дома изи отобьется, а там изи пробьет, как бы, и все. Здесь один все роущий остался, заползали эти в этом. Ну, Солу тут на оклике дерется на каком-то, непонятно вообще, нахера так драться. Оттягивает, короче, конец игры. Дальше Влай ДНС будет уже, и для Влая ничего это решать не будет, потому что Влай два поражения, он, ну, не выйти ему будет, скорее всего. Только чудо его сможет спасти, хотя если он карту ДНС возьмет, то там как-то они друг друга поубивают. Три, это первое место, точно, но тут 3-0, как бы, получается. Схеровущий минус, 157, минус 6, не, ну тут дичь разгром... А, у Влая еще и... Конечно же, как может быть иначе, посмотрите на грэды. У Влая одна броня, у Соло 2-2. Когда я увижу игру, где у Влая преимущество над кем-нибудь по апгрейдам, это, наверное, будет чудо какое-нибудь. Я расплачусь просто слезами счастья, наверное. Вот, но... Пока что такого не планируется, походу. О, бедушки. Сенсорки прямо у Влая ставят, вообще. Так, во-первых, роучи видно, во-вторых, можно предположить, что они здесь есть, как в данный момент, по определенным признакам. А они толкаются, там еще что-то там происходит. Так. Тут Соло что-то на Микозе нагребал, как бы, но... Но все равно продолжает Влая оттеснять. Сейчас мы в 3-3 уже грейды будут. О, там дров в тылу, 5 рабочих минусов. Сейчас еще пата упадет, походу. Здесь Соло развалился, правда. За охотный фокус прикольно сбивался, Соло. Все в сенсорках, планетарки, Соло уже херней хоть страдает. Ну, это так, Стёб уже какой-то пошел. Не, ну здесь проиграть невозможно с такими грейдами Соло, к сожалению, вообще. Да. Куранетарку поставить и Сноуксу. Дикие снайпершоты. Влай упорно не сдается. Ну, я вам скажу, что за последнее время, вот, буквально с месяцок назад, вот таких игр у Влая вообще не было, как бы. То есть он, как минимум, на равных со всеми играл. Здесь же что-то Влая реально поддал в последнее время. На основании чего, почему так происходит, я не знаю. Только слабенько отыгрывает Александр у нас. Какой-то многие другие для СНГ прибавили. И надеяться, что будет кому-то мимит. Простой и СНГ — Простой и СНГ. Ну что, Блайт ДНС У нас У нас У нас Так, что, они пропали, что ли, все? Пилю рекламу, ребят Помните про блоги, подписывайтесь на премиум Не забывайте поддерживать меня, мой канал Ждем продолжения, скоро будет Это продолжение, короче Вот Блайт здесь начинает черкать Сейчас Блайт ДНС и ДНС СОУЛ последний Блайт ДНС Блайт ДНС Блайт ДНС Блайт ДНС Блайт ДНС Блайт ДНС Продолжение следует... 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 Так, ну что, Блай ДНС Игра, которая не решает ничего Так, ну что, Блай ДНС Перворождённые выстоят Перворождённые выстоят Так, ну что же, ребят Ну, я не знаю, как бы С 1-3 можно ли будет выйти или нет Какая ещё ситуация в группе Креатор, понятно, первое место 6-0 никому карты не отдал Так, С 2-3-1-1 ДНС 0-1 А, не, если Блай проиграет То он точно не выйдет Не решит, не решит У него 0-3 будет Вот если он выиграет ДНС Сейчас То тогда Тогда у него шанс есть Если Солу, а нет, погодите Не, у него всё равно не будет шансов Короче Потому что А, нет Если Блай выиграет ДНС А ДНС соло Потом Тогда у них по 1-3 будет У всех там будут карты решать Короче Ну, походу Карты тоже не зарешают Не переговорим Ну, ладно Посмотрим Да, что будет Блай и в турнире Сия Мастерс Капта На халяву там Вышел Отскочил Просто в конце В самом Может и здесь получится На халяву Отскочить Пулей атакован Элепортация завершена Слава Галаамам Жизнь Так Ну, тут, короче ДНС раскачал мейн вторую То есть это Адепт Старгейт был стандартный Я, короче, всё проморгал Извиняюсь Меня там отвлекли Написали, как бы Всё, теперь я точно с вами здесь И сейчас, короче Хотя уже все тоже какие-то мёртвые И мало что, где пишут Хотя них здесь И много кто Да не, не все мёртвые ещё Ну, как-то уже вяленько Вечер, короче Вот, вечер и все дела Так Четыре оракула на амэни Опа Отменяет блай Третья некуда Так Так, оракулы плюс феникс Королеву-то подними одну Ё-моё Пока сообразил, как поднять королеву Су-ээкз Су-эээкз Прошло очень много времени Адепты без глефов Поэтому они Ну, как бы Слишком много демо же Не могут нанести Физически Вообще Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Слушайте, ну тут прям как-то Ублая ситуация Это выпрожилось не слава так Делается гидра Делается скорость гидре То есть гидролингами можно прессануть Будет ДНС попробовать Лимит ублая тут плюсик хорошим В итоге остался Ну а как обычно Короче Отсутствие даже эволюшена И отсутствие грейдов как таковых Вообще на юнитов Ну только уникальное на гидру Вот эти вот скорость, дальность там и т.д. Плюс так, плюс пр архонову ДНС Блай сам к нему пойдет Я так вижу, что по вот этому билду Нужно ли ДНСу лезть куда-то Я даже вопросом задаюсь Мне кажется, что ему и лезть-то никуда не надо ДНС что-то туда-сюда походил Кажется понял, что атака Какая-то идет или нет Не знаю, что он понял или не понял Так, да варп сейчас будет Похоже от ДНС Слушайте Блай выдвигается сам сюда Ой, в архонов гидра въезжает Архонов ступает Катушку назад Дилу-то на развороте дают Бой хороший Идет вперед ДНС Нет, все соул что-то мерещится здесь Нет, все соул, соул Пошел Ага, блин, Хнесс Пошел на развороте Прикольно ДНС Блай Сейчас подловил Блай отступил такой резко Так, опять сюда Делки прыгают Королевы танкуют Позиция для Блая великолепная Здесь на ХГ ДНС заехал Как бы разменялся Но Так, архонов загружает Разгружает Что-то у нас ДНС Пытается уйти Но уже все не отступит Отсюда точно Ну, кстати Гидра плюс Линга Беллинги Вот это, кстати Может и зайти Но опять же У ДНС уже атака есть Вот он понял Что можно на бейнах развалиться Делать шторм Ну, пока что он доделает 79 секунд Ну, под бустами быстрее В полтора раза, конечно Но еще надо бустить Идеально при этом Так, призму видел У Блая Не знаю, видел ли призму Но Да, видел Но поймать не получилось Вообще Покатухи пошли У Блая Ну, если покатухи ждать будет То точно, короче Здесь Все нормально будет У ДНС в плане шторма Как бы Но Хотелось бы, чтобы Блая Хоть как-то халявку Слою Опа Минус 4 гидрали Сколка Блая бежит Что здесь гидралиски вообще забыли Четыре штуки Что можно вот здесь Сделать Четырьмя гидралисками Не видя Не видя армию процесса Короче Это вот странно Все Тут От Блая Получается Минус 4 гидралиски Пожалуйста Четвертый Нефть Сделать Плюс 2 У ДНС Шторм готов Штормовиков 6 штук Шторма То есть Дофига И больше Есть здесь Стазисные ловушки Здесь не кончатся 30 секунд Как раз Блай прибежит И ловушка И сработает В последние секунды Своей жизни Да Вот смотрите 22 Остается Папам Байлинги Заморозились Так Здесь Штормовиков 2 докатилось Но выжили Штормовики В это время Зилки на чаже Пальтушат Там в тылу Сейчас Байлинги Кстати Отморозятся И продолжат Свой путь Вперед Но Здесь Две Фатонки Есть Фатонки Приняли Так Зилы Ты на мэйне Везде Какой-то кипиш У Блая Королева Падает Раз Куда-то Там Грызается ДНС Пытается Королев Забрать Как Лива У него Это Получается Сделать Блай Законтролил Гидра Пришла Все Расстреляла Ох Коготь У Блая Подъехал Ну конечно Тоже Меня удивляет Это все 26 гидралов Коготь Ну это Сомнительный Грейд Почему Да Бэйны Будут Снимать Все Но Бэйлинги Без грейда Нормальный Дэмэдж Несут А вот эти Юниты Они ДПС Это нереально Вот кому Атака Тоже нужна С двух Эволюшн На такой Стадии Надо делать Либо уже Ранний Эволюшн Делать Чтоб уже Два Когтя Было И уже Ранжовые Грейды Начинать Я не знаю С одного Эволюшна Подряд Что ли Клепать Вообще Твой Противник Атакует Пилок Тут Штарм Эдики Идут На Мэни Зил Это Все Уничтожают У Блая Все Плохо 10 Дронов Уже Минус Грейды Наши Все Дима Воронов Грейды Наши Все Но Наши Короче А для Блая Это Какое Это Слово Табу Запрет Проклятие Черт Побери Он Вообще Ну Я же Грю Блая Игры Д Это Ну Это Мимо Так Девилейшн На Гидру Блая Чтоб В атаку Собрался Эти Ну Кстати Люркер Дэну Блая Сейчас Будет Другой Страна Сколько Эмор Здесь 5 Здесь Эмор Много 5 Плитбик Пошли Кит Расплетился Дэна Стучит по сторонам Все-таки Заняли позицию Ди Щейлинги Блин Хитрый Блай Встал Видит Ну Все ДНС Начал Че-то Шевелиться У него Плюс Три Грэй Доделся Ублай Люр И Кстати Сколько 10 Люкеров Это Немало Е Количество Ой Вы видели Че творится Вообще Люра Пришла Апседра Есть У ДНС Вот Ема Че он Творит Выдает Телепортнулся В Люру Такой Там Гидру Конечно же Стармил А здесь От Люры Просто Улетел Потерял Всех Рабочих Смотрите Че ДНС За хет Делает Вообще Проиграть Что-то Собрался Что-ли Похоже Что-то Да Так Есть Фениксы Кстати Люру Смотрите ДНС Прикольный Контроль Кстати Возьмите На вооружение Вот этот Контроль Как ДНС Сейчас Делал Процесс Фениксами ВК Поднимаешь Люркера Жмешь Escape Он падает Поднимаешь Нового Жмешь Escape Он падает И они Не атакуют Их заново Копать Надо Прикольно То есть Двумя Фениксами Так Можно 6-8 Люркеров Успеть Подзакатрить Пошла Атака Что-то ДНС Прям Дофига Есть Мазершей Вот Феникса Опять Люркера Поднимает Архоны Просто Топшат Все ДНС Кишь Меньше По лимиту Но У него Качество Лимита Просто Невероятное И Три Атаки Есть У него Так же Дилоты Че-то Со всех сторон Набежали Все Здесь ДНС Забрил И по лимиту Уже в плюсе Несмотря на Удачные действия Блая На 12 Часах Так Здесь А дядя Люрак Приклее Так Блая Ну Дилот Исправляем Дюркерами Кропки Возвращаются Добывать Здесь Уже Ману Шип В центре Странно Что ДНС Имея Шторм Вообще Штормовиков Не оставляет Наличие Нисколько Ну Это 1-0 ДНС Это Фак Сейчас Вторую карту Ждем Что Зам Продолжение следует... 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 Так, сейчас я быстренько звякну, ребята, и вернусь. Продолжение следует... 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 Прошло у Роба. Феникс подстраивается. Ой, Фениксы все улетели, не понимаю. Зачем? Тут что-то Сол постоял-постоял. Атаковать не стал. Хотя здесь батарейка вообще не спасла бы ни разу от этих юнитов. Они бы просто унизили бы там под батарейкой все. Ну, ДНС... Вообще, Сол не знал, что там у ДНС есть. А теперь будет много Фениксов. Готов варп. Скоро будет Роба и Морклая. Феникс справа висят. Чуть ничего не... Упа. Эээ, куда лезть? Туда я, наверное, почти не понимаю. Так, Аракула вернулась. Все, вернулась домой, короче. Батарейки энергии, правда, кончились. Зато бустится и Моркл. И вроде все под контролем у ДНС. По экономике. Вообще доминация полная. Так, Викинги. Воздух, он полетел, я смотрю. Ё-моё. Что Сол творится? Вот этот нищий контроль. Куда он полетел-то? Два Викинга просто на ровном месте. Минус. Поднимаются Секлоны, короче, все. О, да, ну, не-не-не-не. Приплыли называется. Ну, ДГВП можно сразу писать. Сейчас еще и это все погибнет. То есть здесь энергия у Фениксов есть. Морики будут минус 100 кудового. Мда. Ну, что теперь Солу скажет, кто виноватка там? Польская республика. Агенты Кремля, агенты Госдепа, рептилоиды, жидомасоны, я не знаю. Или просто все говнари. Не знаю, не знаю. Солу отыгрывает. Так, на, что называется, на ход Е. Сами знаете что. Садцеха полетела. Почерёв! Навельный. Алексей Анальный задолбал реально. Как про Петросяна старое было. Долгий там рассказ. Минус мимки. Здесь въезд в тройку полетел какой-то классический. Без стимпака, без всего. Вот иммортал Семенит такой. За ним дропают Самарики. А тут уже Колосса 2 ходит. Ё-моё, что Солу хочет вообще сделать? Я не понимаю. Реально что-то здесь делать еще хочешь, что ли? Да, ну вы сами все видели, ребят. Пора закругляться. ДНС со второго места выходит за Криэйтором. Солу с Глайм, к сожалению, никуда не выходит. Я дико устал, ребята. Все это будет выложено. Так, пилю рекламу. Все это я выложу на YouTube, соответственно, короче. Завтра выложу в ВКонтакте. Все это обработается, естественно. Сол просто сгорел на работе. Действительно, да, ты прав. Спасибо всем за поддержку. Не забывайте поддерживать мой канал. Всем, кто в записи будет смотреть. Respect on. Завтра в 12.30 GSL не пропустите. True против SOS, Akin против Solar. Такие пары все расы представлены. Очень интересная группа. Увидимся.